Статистика, наука, посерьез не надо с ней, Ховал бы лишь отчеты, все начальство сдать скорее, Нет снова пересосов, квартальный план горит. В основу мюзикла «Служебный роман» лег популярный советский фильм, но режиссер добавил свое видение и изюминку, потому что спектакль и кино – совершенно разные вещи. Мы ни в коем случае не старались сделать это похожим на Нихкова или на Фрэмлиф, но если какие-то оттенки в роли вдруг будут присутствовать, я думаю, что это совершенно естественно. Это прежде всего мюзикл, и, конечно, это определенный способ существования на сцене, но прежде всего это вокальный способ существования, да, и далеко не каждый драматический актер может с этим справиться. Над «Служебным романом» трудилась постановочная группа из Санкт-Петербурга. Режиссер Наталья Индейкина подчеркнула, с нашими алтайскими актерами сработались. Группа талантливая. Сами артисты отмечают, работа над постановкой с таким педагогом – это огромный опыт. «Таких нагрузок у нас еще не было. То есть это очень сложная работа, подробная, физически. То есть такой, ну, даже где-то мы его называем кардиоспектакль, что мы очень много бегаем, то есть прям нагрузка колоссальная. Режиссер очень грамотная, очень мудрая, дала пристройки, дала школу актерскую очень хорошую, крепкую. То есть труппа после вот этого спектакля уже прежней не будет». Над хореографией в этот раз пришлось поработать плотно. Все во имя искусства, поэтому спектакль будет очень динамичный и, конечно же, танцевальный. «Вообще в каждом акте у нас 6-7 балетных номеров. Они все разные, насыщенность, наполненности. Задача хореографии в этом спектакле, наверное, это дать после каждого события есть или эмоциональный подъем, да, еще больше драматическую часть усилить, кульминацию такую, да, создать эмоциональную, или наоборот дать какой-то выдох зрителю и оценку». «Кстати, мюзикл рассчитан на широкую публику, а не только на тех, кто любит и знает знаменитый советский фильм. Посмотреть театральную версию служебного романа зритель сможет уже в эти выходные, 14 и 15 сентября». Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком.